Международный финансовый центр Астана и Торгово-промышленная палата Украины подписали меморандум о деловом сотрудничестве. Встреча двух делегаций прошла в Киеве. Документ предполагает налаживание взаимодействия в финансовом секторе и создание условий для инвестиционного обмена. Напомним, со дня официального запуска Международного финансового центра Астана прошёл год. Используя лучший международный опыт, МФЦА стал региональным хабом, применяющим английское право и современные финансовые технологии. Сейчас в Международном финансовом центре Астана насчитывается порядка 120 компаний. Эту цифру мы планируем довести до 500 к 2020 году. Хотели бы наладить системную работу по привлечению украинских компаний в экосистему МФЦА. В данном вопросе нашим партнёром выступает Торгово-промышленная палата Украины. Мы подписали с ними соглашение. Суть сделки в том, что в Украинской палате около 9 тысяч предприятий. В области развития финансовых технологий мы нацелены на укрепление наших отношений в этой сфере. В рамках соглашения о деловом сотрудничестве в ближайшие дни МФЦА презентует свои возможности в столице и других крупных городах Украины. Это мероприятие укрепит деловые связи между двумя странами, считают специалисты. Мы договорились уже в ближайшее время, проведём такое роуд-шоу, где мы познакомим наши и финансовые, и банковские, и страховые, и промышленные предприятия с этими возможностями. Кроме того, мы думаем, что мы будем периодически обмениваться нашими молодыми специалистами, потому что через обмен специалистами-стажёрами лучше понимаем друг друга. Казахстанская сторона пригласила украинских бизнесменов принять участие в международной конференции «Астана Финанс Дейс». Она пройдёт в июле этого года в столице Казахстана. Товарооборот между Казахстаном и Арменией показывает положительную динамику. По итогам 11 месяцев прошлого года он составил 12 миллионов долларов. Это на 50% больше по сравнению с 2017-м. Из Казахстана в Армению везут продукты переработки зерна, бумагу, картон, фармацевтические и химические товары. Тем временем к нам импортируют плодо-овощную продукцию, фрукты, орехи. Кроме того, наша страна остаётся крупным рынком для армянских ювелиров. В основном продаём кольца, серьги, цепи. И так как спрос большой, планируем расширить ассортимент наших поставок. Для этого увеличиваем производственные мощности. Недавно нам сделали заказ на коллекцию в виде казахской юрты. Пока мы разрабатываем эскизы, но совсем скоро будем готовы представить эти изделия казахстанскому покупателю. Армянская сторона отмечает, что оживлению взаимодействия деловых кругов двух стран способствовало создание ЕАЭС. Работой стало намного проще и выгоднее, говорят эксперты. В 2018 году объём наших экспортных договоров составил 6,8 миллиарда драмов, которые в основном были достигнуты за счёт участия в выставках. В 2017 году рост был 30%. Мы наблюдаем тенденцию роста взаимодействия. Надеемся, что так будет и дальше. Наши ожидания в ближайшей перспективе связаны с экспортом ювелирных изделий, текстиля, вин, коньяка, соков, фруктов и овощей. Несмотря на насыщенность армянского рынка товарами собственного производства, возможности для продвижения казахстанской продукции всё же есть, говорят эксперты. Экономисты уже отправили 43 товарные позиции, которые будут пользоваться большим спросом. Это химическая продукция, продукты питания, строительные материалы и многое другое. Есть очень большая потребность в Армении в потреблении казахстанской такой продукции, как трансформаторы, кабели, железная проволока, стальной прокат, листовой прокат. И мы направляем систематически в течение года несколько раз и армянским ассоциациям различным весь перечень казахстанской продукции, которая будет востребована здесь в Армении. Отметим, что на сегодняшний день отношения между Казахстаном и Арменией развиваются устойчиво и динамично. Между странами сложились партнёрские отношения, характеризующиеся стабильностью, взаимным доверием и открытостью. Новые казахстанские спутники успешно прошли первые испытания на орбите. Напомним, что они были запущены с космодрома Вандерберг в Калифорнии пару месяцев назад. Первый спутник весом 100 килограммов предназначен для дистанционного зондирования Земли. Второй – 20 раз легче. С помощью него учёные исследуют верхние слои атмосферы. К слову «до запуска» проецировались условия их пребывания на орбите. Заранее прорабатывались все возможные варианты рисков. Для нас было очень важно, чтобы добиться таких технологий, которые нам позволили бы конкурировать с предприятиями, которые работают много лет и уже запустили не один десяток спутников. И вот среди таких разработок мы можем назвать это бортовой компьютер, который управляет работой всего спутника. Этот бортовой компьютер, он отличается, с одной стороны, производительностью. Он небольших размеров, небольшой массы, малое потребление электроэнергии. Сергей Мурушкин руководит процессом с первых дней зарождения проекта. Развитием космической сферы Казахстана занимается больше 20 лет. Вся жизнь была связана с этим событием. Мы, когда отправляем спутник, смотрели все. Тут был у нас прямой эфир по запуску. Я видел лица своих товарищей. Это действительно как ожидание рождения своего ребёнка. За спутниками разработчики следят из Центра управления полётами в Астане. Эти два месяца для всей команды выдались напряжёнными. Спутники должны были преодолеть главный этап – испытания на орбите. Обычно на это требуется до полугода. Но космические аппараты прошли его быстрее положенного срока и уже есть результаты. Здесь у нас на экране один из первых снимков, который мы получили со спутника Казэсти-Сат. Здесь изображён город Марсель. Разрешение 17-18 метров. Экспериментальная полезная нагрузка, которая была разработана казахстанскими специалистами, она снимает в панхроматическом режиме, снимает небольшие видео. С неё тоже данные были получены. Оба спутника – результат высокоинтеллектуального и наукоёмкого труда, признаются специалисты. Этому проекту предстоит вывести космическую отрасль Казахстана на новый этап – производство собственной космической продукции, уверены они. Женское предпринимательство в Казахстане наиболее развитое среди государств Центральной Азии. Таким мнением поделился глава офиса ЕБРР в нашей стране Агрис Прейманис. По его словам, поддержка бизнес-вумен в регионах – одно из ключевых направлений совместной программы Министерства нациоэкономики и Европейского банка реконструкции и развития. К слову, в 2018 году финансовый институт выделил Казахстану 540 миллионов долларов. В этом эта цифра возрастёт. К приоритетным секторам относятся зелёная энергетика, транспорт и инфраструктура. Что касается программы женского предпринимательства в Казахстане, она, ну, откровенно самая развитая в Центральной Азии. Те мероприятия, которые происходят по регионам страны, где мы собираем женщин-предпринимателей с разными успешными уже предпринимателями, женщинами, не только женщинами, но и мужчинами, которые делятся своим опытом. Радужная форель из Кыргызстана признана лучшей рыбой в мире по итогам 2018 года. За это звание боролись 25 хозяйств из разных стран. В Кыргызстане разведением данного вида рыбы занимаются 50 предприятий. Продукция пользуется спросом не только на местном рынке. Очень много внимания требует. Мы в основном сильно зависим от погодных условий. Радужная форель давно стала национальным брендом Кыргызстана. Большой интерес к закупу проявляют российские бизнесмены и даже готовы удвоить объемы. По данным Агентства по продвижению и защите инвестиций, в ходе двусторонних встреч поставщики заключили с партнерами контракты на сумму около 1 миллиона долларов. Активно занимаются разведением товарной рыбы и в Казахстане. Продукция хозяйств Казалардинской области пользуется высоким спросом на зарубежных рынках. Сейчас идет поставка рыбы в Европу. С Европы работать очень удобно. У них стопроцентная предоплата. Например, в 2018 году мы за филе выручили 350 миллионов тенге, а с России наторговали на 200 миллионов. По Казахстану поставляем до 50-60 тонн. В нашей стране спросом пользуются сазан, сом, а в России вобла и лещ. Сегодня в регионе действует восемь рыбозаводов. Половина имеет еврокоды для экспорта продукции в государство Евросоюза. Кони-завод Франции готов обмениваться опытом с казахстанскими коллегами. Предприятие, основанное еще Людовиком XIV, находится в регионе Орн. Наравне с традиционными методами здесь применяются инновационные разработки. В конюшнях содержат чистокровный скакунов и лучших представителей тяговых пород, от которых получают качественное потомство. Здесь же обучают уходу, верховой езде и дрессировке животных. Французские специалисты проявляют большой интерес к казахстанским породам лошадей, а также национальным традициям верховой езды. Со стороны Франции мы могли бы поделиться опытом в сфере верховой езды, обучения, а также по аспектам селекции. Как улучшить генетику через скрещивание с лучшими представителями породы, где их найти. Это моменты технические для репродукции, но в них у нас есть определенный опыт, которым мы с удовольствием поделимся с Казахстаном. Все-таки обе страны культовые в плане коневодства. Мы поймем друг друга. По примеру французского предприятия, казахстанские коневоды могли бы создать полноценную инфраструктуру. Сегодня завод, который является наполовину государственным, привлекает не только специалистов и любителей верховой езды, но и обычных туристов. За год его посещают 120 тысяч человек. Мы, как и вы, являемся страной, где лошадь является королевой, где коневодство имеет сильные традиции, и им нужно добавить современный подход, чтобы они получили развитие в будущем. Это то, чем мы занимаемся на нашем конезаводе, и это наши будущие проекты, которые могут быть воплощены в партнерстве на международном уровне, а именно с Казахстаном. Здесь, по утвержденным госстандартам, обучают шитью сёдел и упряжи. Выпускники устраиваются на большие предприятия по выпуску шорных изделий, либо открывают собственное ателье. Традиционно сёдельное ремесло – это мужская профессия, вне зависимости от того, какая страна. Во всех странах это факт. И так же, как в других профессиях, связанных с лошадьми, чем дальше, тем больше женщин приходит в это ремесло тоже. Этот конезавод во Франции называют «лошадиным Версалем». Таким образом обозначают особый статус предприятия и животных, находящихся здесь. Эксперты убеждены, что Казахстан, как страна, где впервые в мире приручили лошадь, имеет все возможности придать уровню развития коневодства новый импульс. IT-проекты, которые помогут казахстанцам перейти на латинскую графику, представили в столице. Среди них национальный портал khazlatin.kz. Здесь пользователи смогут найти всю необходимую информацию о поэтапном переходе на латиницу, конвертировать тексты с кириллицы на латинскую графику. Ещё один полезный ресурс – создык-гор.kz – поисковая система, в которой загружены дефиниции более 300 тысяч слов казахского языка. Это крупный портал, словарный фонд которого постоянно пополняется. На данный момент тут уже есть 300 тысяч слов. Их объяснение, в том числе и их аудиопояснение. На постоянной основе словарь пересматривается, вносится корректировки. Для обучения государственному языку путём машинного обучения был создан сайт «Талькурал». Здесь можно выучить казахский путём интерактивного онлайн-обучения, а также определить свой уровень знаний, пройдя тест. В 2019 году основной план – обучить специалистов-педагогов по латинице. В связи с этим Министерство образования и науки привлечёт 9038 человек. Посредством нашего центра Министерство культуры и спорта будет проводить курсы для 2400 человек. Разработчики не забыли и о подрастающем поколении. Для детей были созданы 3D-мультфильм IQ DOS и дублированный анимационный фильм «Сельтен Сере». По словам специалистов, картины позволят малышам быстрее привыкнуть к новому алфавиту. Драма режиссёра Сергея Дворцевого «Айка» вышла в казахстанский и российский прокат. В прошлом году российско-казахстанская лента попала в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Главную роль исполнила казахстанская актриса. Работу высоко оценили в Каннах. Самал Яслямова получила золотую пальмовую ветвь. Я работал с Самал, я знал её возможности. Я знал хорошо, что именно она может сделать эту роль. Это очень сложная роль. И она её прекрасно исполнила. И вот мы сейчас едем с Самал, у нас будут показы и в Астане, и на её родине в Петропавловске. Я тоже еду туда, чтобы представить фильм. Фильм сделан с такой отдачей, скажем так, и с такой большой любовью к нашему делу, к нашему искусству, кино. И я думаю, что она всегда найдёт отклик среди людей. Сам фильм «Айка» рассказывает о тяжёлой судьбе мигрантки из Кыргызстана, которая живёт в Москве. Она вынуждена оставляет своего ребёнка в роддоме. Фильм уже успел собрать довольно лестные отзывы у кинокритиков. Зрители тоже высоко оценили картину. Очень реально, очень реально. И игра настолько пронизывает, что я, честно говоря, почувствую. Фильм в наших с вами буднях, которые мы иногда не обращаем внимания, как за ежедневными, знаете, секретийными такими вещами, значами жизни упускаешь вот такие грустные истории. Потрясла роль, и тяжело, и весь акцент фильма, да, вот она на себе вот эту нагрузку, ну, как пронесла, да. И сопереживаешь, и, конечно, это боль очень такая. Огромный вопрос для страны, для нашей, для Москвы. Фильм снят в стиле документального кино. В нём сыграли также непрофессиональные актёры. Съёмки длились в течение шести лет. Над производством ленты трудились кинематографисты России, Казахстана, Польши, Германии и Китая. Большой театр России будет тесно взаимодействовать со столичными театрами «Астана-опера» и «Астана-балет». Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве главы культурных учреждений подписали в Астане. Договор направлен на развитие партнёрства сторон в нескольких направлениях. Реализация будущих проектов затронет не только обмены и гастролей, но и стажировку казахстанских солистов в одном из самых крупнейших в мире театров опера и балета. Это мой первый приезд в Казахстан и первый приезд, естественно, в вашу столицу «Астана». Впечатления, которые есть у меня, трудно высказать словами. Я потрясён фантастическим городом. Я совершенно потрясён уникальным зданием вашего театра «Астана-опера». И сейчас у меня потрясающие впечатления от театра «Астана-балет» и Академии хореографии. Я бы очень хотел, чтобы эти взаимоотношения, о которых мы сейчас договариваемся, были рабочими, равноправными, дружескими отношениями творческих коллективов. От этого я абсолютно убеждён, выиграет как Большой театр России, так и наши казахские коллеги. Восточных странах гостеприимство ассоциируется с щедро накрытым дастарханом. У каждой страны есть свои кулинарные традиции. Например, таджикская кухня насчитывает рецепты сотен изысканных блюд. Их передают из поколения в поколение. В стране в целях пропаганды национальных ценностей таджикского народа проводится ежегодный конкурс искусства оформления дастархана. Недавно в городе Истаравшан кулинарные навыки продемонстрировали как начинающие, так и опытные повара. Они представили национальные блюда, салаты, сладости и другие кулинарные изыски. Теперь победители состязания продемонстрируют своё мастерство в худжанде. Далее лучшие кулинары сразятся на республиканском конкурсе в Душанбе.